Время пришло, друзья. Обещал, делаю. Я уже не могу ждать, да и смысла в этом нет, поэтому сегодня разговор пойдёт про стримерш. Проект естественный, как бы это смешно ни звучало, процесс развития, ну или как хотите это назвать, неважно. А значит сейчас я предлагаю раз и навсегда разобраться в том, как и почему стримерши докатились до того, что мы имеем сейчас. Итак, с чего ж начинался вот этот тернистый путь от эволюции до деградации? Разумеется, с появления стриминговых платформ. Именно они породились в тернистый путь от эволюции до деградации. Разумеется, с появления стриминговых... Чего? Хоть бы тут залуп не вылезла на весь экран, а? Тут Чимин стримит. Какая-то помойка. Я хуй поймёт, стрим вообще? Ой, ну это хуйня какая-то. Вот это дизайн говна. Какие-то квадратики, нахуй не кубики тут рисуют. Может у меня шрифтов просто нет, поэтому у меня кубики тут... Платформ, именно они породили всех стримерш и стримеров. Это логично. Зародился тот же самый Твич, который, между прочим, изначально задумывался как некая площадка для официальных трансляций киберспорта и в целом гейминга. Даже категории такой не было, как джаст-чаттинг, а о бассейнах и джакузи никто и мечтать не мог. Поэтому все те немногие стримерши той эпохи были просто геймершами, которые вполне себе адекватно сидели и... Здорово, геймеры. ...играли условно в свою вку и даже не претендовали на какой-то большой онлайн. Да и в целом, все челики интернета в то время двигались на энтузиазме, ибо основная масса денег тогда была только у телевизора. Рекламу пельменей и мобильных операторов у стримеров ты бы не увидел. Работали чисто на святом духе из-за донаты, поэтому раз бешеного кэша там не водилось, значит, соответственно, и стримерш тоже. Ну, какая-нибудь Алина Рин сидела там, прохождение игрушек для работяг стримила, да и все. Это если говорить про наши регионы. Тот же Запад всегда обгонял нас по всей этой медийной движухе. То, что было популярно здесь, у них уже было третий раз пережевано и забыто. Они бросали нам, что называется, только объедки, чтобы мы дохавали. Это относится и к Ютубу, и к Твичу, и ко всему остальному. Плагятели всегда. Да, и вот одна из тех, кто не побрезговала полакомиться таким объедком, оказалась Карина. Карина, мать его, стримерша. И вот тут, друзья мои, уже первый звоночек на регресс. Образ абсолютно наглухо отбитый. Я смотрю этот видос третий раз, ёпт, оказывается. Ты что, вообще пьяный, ты не помнишь, что ты смотрел, а что нет? Мы смотрели это. Нет, мы это не смотрели, это другой чел. Девушки-дотерши дал свои плоды. Бум был настолько мощный, что они стали говорить не только в рамках веща, но и всего интернета. Она форсилась по всем пабликам, а не узнавал даже тот контингент, который не знал, что такое вообще стримы, вы понимаете? И что самое прикольное, онлайн у неё был хоть и большой, но всё равно не 50, не 100 тысяч, как сейчас у топовых стримеров на хайповых трансляциях. Ну, просто честно говоря, от Вече тогда мало кто слышал. Но, благодаря Карине, интерес девочек к стримам заметно подрос. Ведь оказывается, можно было не просто играть, но ещё и транслировать это и получать донатики. Правда, какой ценой? Ценой своей адекватности и какой-никакой, ну и репутации. Поскольку в то время аудитории нужен был именно такой контент. Они его успешно хавали и, скажем так, ввелись на этот образ поехавшей ламповой няши. Кем надо быть, чтобы на это повестись далёшь? Кем надо быть? Ну мной, нахуй. И вот немного погодя, у стримерш наступает переломный момент, когда они все понимают, что просто играть невыгодно, нужен прорыв, нужно что-то из себя строить. На, вы эти игры, лучше включить себя на фул экран, я же женщина, мне есть чем привлечь аудиторию. Вот отсюда эта шарманка и завелась. Категория общения. Где девочки от мала до велика начали заинтересовывать работяг по-взрослому. Наступила так называемая эпоха, ой, уронила, где, якобы не взначаясь, стримершей моделировалась ситуация, где ей приходилось гнуться. Извините, у меня... Это какой, 15-й, 16-й год мета вот это? Сейчас это так кринжово смотрится, да? Да это и тогда кринжово смотрелось начнем с этого. Ну и разумеется, это работало. Женёк еб... Как на држах, та же Аляша стрельнула чисто на том, что стала косплеить школьницу и отпускать шуточки ниже пояса. Если не верите мне... Можете у моего вибратора... Ну, например, у неё это был дефолтный стрим с обзором балкона с более-менее адекватным поведением. Ну, типа, знаешь, она так интеллигентно общается с чатом, иногда местами даже показывают мастер-класс по ораторскому искусству, а потом... Опа! Ищешь подарки на Новый год? Покупай на все... Ах ты, сука! Подловил меня нахуй. Интересно, был и другой формат таких стримов, где девочки буквально могли не проронить за стрим ни слова, но иметь стабильных зрителей. Почему? Да потому что там у него от шортиков было одно только название. Ну, вы поняли, как они начали действовать. Когда эта клоунская... Спокойно, я не в штаны полезу, если что? ...воспеваться аудитории, и онлайн на подобных эфирах начал стримить и нападать, они быстро нашли... Он так пиздит быстро, нихуя вообще не прокомментировать, ёб... ...врод. Вот она, золотая жила, которая... Ох, нихуя себе, а это чё было? Которого можно доить, не прилагая усилий, но ничего в этом мире не может продолжаться вечно, сказала сама платформа, умерив их пыл новыми правилами касательно вызывающих нарядов. И это отчасти сработало. Некоторые стримерши действительно начали держать руку на пульсе в надежде не отлететь в пермач за старые грешки. Но, а кто-то всё равно, нативненько, знаешь так, в шуточном формате, продолжал этим промышлять, теперь уже не в режиме полуголой бабы, а более-менее в одежде. Вот так вот, я верну свой онлайн. И вроде бы вот он, шанс переступить на новую ступень эволюции, но АФК-контент так не считает. Ведь всегда можно было превратиться в говорящую голову, которая просто смотрит тиктоки. Это ху** что ли, ты быдло нахуй, ты в кого кинул ебать вообще нахуй про меня? Говорящий, а шо ты голова, тиктоки смотрели, блядь? И так и случилось, весь основной косяк стримерш стал просто потреп... Кто тиктоки 24 на 7 смотрит? Я? Не, я так, если бы я тиктоки 24 на 7 смотрел, я бы был гигачат нахуй по мемам. А до меня мемы доходят, ну, мы только Зазазу недавно выкупили, господи. Ей уже месяца два, наверное. И, блядь, изредка подкрепляют это своими комментариями, как та же Аляша или Карина, которые быстро и легко переформатировались в адекватных персонажей под этот формат стримов. Безусловно, появлялись и самородки, например, Тендерли Бубна, которая, например, хайпанула на перепихах песенок под укулень. А потом... Годы идут, а мэйби-бэйби остается в сердцах. Подогревал интерес к своей персоне масочным режимом. Но были и те, кто годами... Это вообще имба. Это вообще имбище сейчас показали в платьице. Их АВК-стримы уже считались чем-то обыденным, чем-то привычным. Главное, чтобы девочка была симпатичной и что-то лампово вещало. Маранка. Вот, например, взять ту же генсуху. Наташка. Реально, нахуй, такой был. Так, это Вайлоли, это генсуха. Ух ты, пять озер, реально. А вот откуда этот мем пошел. Ты че не... Да я... Чуваки, я генсуху не знал тогда. Я даже не знал, что ее можно хуйцосить тогда еще. Это потом мы начали п***ться. А я даже не помню, почему. А сейчас мы нормально общаемся. Висла бутылками пять озер. Она была никому не нужна. Я удивлялась какому-то смешному онлайну. 45! 45! 52! 45! Но когда девочка начала взрослеть, следить, инвестировать в себя, ситуация начала в корне меняться. И вот мы уже не успели и глазом моргнуть, как перед нами на стримах начала появляться не малышка, а малышка. А так, я хочу сказать, вы так похорошели, если честно. Как на стриме... Что? И сидит, смотрит, как она сверху. Вставать! Хз, кто эти люди, но да, вот в таком мире мы живем. В данном... Это че? Да это... Да это нейросеть, ебать, пацаны, вы что... На момент такого рода стримишь, как она, целая каста. Та же ее подружка Акулич, которая должна сказать спасибо в твичу за то, что тот в свое время снился ее с платформы. За что? За никтейм. Ибо если бы не эта ситуация, ее уровень хайпа наверняка не поднялся бы выше уровня силиконовой зины. Но представьте, человека в медике с погонялом... Да не, них... Пчела кастрировали, если честно. Ну, прикиньте. Пчела был нормальный ник, но и пришлось провести кастрацию. Кулич лет. Без этого давайте... Без неловкости вот этих... Но, девочки, отдаю вам должное. На самом деле, вы реально талантливы. Без шуток. Уметь завлечь зрителя на трансу, где вы просто снимаете тиктоки, определенно какой-то навык. Кстати, под этим клипом, где они этим занимаются, один и единственный комментарий... Бля... Нет, не подумайте, что я тут всех подаду к ребенку. Есть те, кто... Да не, это типа... Опять, чуваки, я только вот, ну, этот комп завел. Смотрю видос. Ээээ... Как, ну, типа, мне перекинуть видеокарту... Эээ... Ну, нормальную видеокарту, а не вот эту вот, ёб... Intel XE, хуй... Все вот это поняли. Видос пропускаю. Включается, хуйня, типа, сиська выпала. Там, где Рубенс наклоняется просто. Я думаю, пиздец, там, 150к просмотров. Я думаю, как я сюда попал-то, нахуй, ёб... В рот. Как это вообще мне в рекомендации? Я такой не смотрю, пчелы. Сбавляет. Сегодня по АФКшим, а завтра, например, контентик завезем. Как та же Дина Блин, либо, господи, прости, вот эта каста. Либо стримерша, который тупо всегда во что-то шпилит. Но сейчас, правда, это не особо залетает, поэтому их смотрит не так много людей. А вот на чем всегда можно было поднять волну, так это на шип-контенте. Некоторые на этом прям взрывали. Но как только у парочек огонек любви затухал, интерес у зрителей сразу же пропадал. И все дамочки, так сказать, разбегались по кухням. Ну, в крайнем случае, продавать трусы. Или другая тема. Когда изначально... Это была охуенная шутка на чел. Это была охуительная шутка. Я уж хотел такой, а потом... Если контент-план был построен на взаимодействии двух противоположных полов, как у Вишенки или Модестал. Отпусти, я не пойду! Нет! Отпусти! Отпусти! И что, неужели это все способы быстро стать АФК-стримершей? Ну, не знаю, неужели через постель нельзя? Почему нельзя? Можно. Порог вхождения в стриминговое ремесло небольшой. Главное, чтобы был рабочий род, который умел говорить, и статус девушки уже какой-то известной личности. Будь то ты спутница рэпера или того же стримера. Большой роли не играет. Играет, даже если ты не до девушки, не до золика. Тоже сработает. Обожаю, когда она бомбит. Что? Обожаю, когда она бомбит. Да, оно и неудивительно, что все лезут в стриминг. Потому что, в отличие от тех бородатых времен, сейчас рекламировать пельмени и мобильных операторов уже можно. Деньги есть. Но в чем тут фишка, друзья? Деньги-то это не показатель прогресса. Наоборот, все стало только хуже. Деградация идет полным ходом. О стримах все больше и больше узнают всякие тиктокерши, полуинстаграмерши, полуискортницы. Короче, непонятные какие-то личности. Которые сидят и максимум, что могут выдавить, отмирши полуискортницы. Короче, непонятные какие-то личности. Это я. Которые сидят и максимум, что могут выдавить, это типа... Инфор... Охуеть. Разъебэшн, честно сказать, спасибо. Ты только с холодильника не слазь, пожалуйста, а то разморозится. Или вот еще, крошка. Чисто донатная фабрика. Как говорится, что имеем, тем и пользуемся. Залипнуть, правда, на это можно, спору нет, но лучше смотреть такое без звука. Поскольку, кроме как кринжовых обсуждений... Не, ну тут-то реально, ну, в какой-то степени, это по-мужски, так сказать. Ну, тут вообще пиздец, балумбы, нахуй, ебать, в рот. Правильно? Детородных органов и сколько там в нее вмещается, вы больше ничего не услышите. Ну, короче, вот такой вот размер. Ну, конечно, последний гвоздь в эту крышку гроба, скажем так, забили далеко не такие стримиши. Ими оказались слегка другие. Те, которые зародили даже отдельные категории, как себя. О-о-о, тяжелая артиллерия пошла. Исперимственные меркантильные женщины, целиком в обусе, продающие себя. И вот этот брешь в правилах платформы девочки начали использовать максимально грязным способом. Грубо говоря, они просто набирали тазик с водой у себя дома и, собственно, вот так вот проводили свои эфиры. На что Твич такой, ээ... Конечно, окей, когда это обоюдно выгодно. Девчонкам сапочки, а платформе процентики. Смысл это пресекать, когда, условно, та же Амараунд приносит ебейший навар таким методом. Просто рисуют на себе никнеймы, платные подписоты и все в достатке. Поэтому, мужики, берегитесь. Заходя на Твич, будьте готовы, что вас слепанет фарминг. Например, в категории боди-арт. Где вполне законно можно стоять, потихоньку размалевывать свои буфера, и тебе никто ничего не предъявит. А если ты начнешь возникать, типа, что за срамота тут происходит? Твич просто скажет. It's okay. В общем, сейчас онлифанщицы подмяли по тебе все. Это реальная жопная ОПГ. Мафия рекомендаций. Когда открываешь главную страницу, а там одни бампера. Заходишь к такой на стрим и понимаешь, что даже лица ее не видишь. Очко просто на весь экран. В моменте ты даже теряешься, типа, кто разговаривает? Откуда голос? Это чревовещание или как? Твич, ты просто... Великая компания. Опять же, это очень простой контент. Бать нахуй, я такой не видел. Где ты это вышел вообще? Пиздец, там реально прям очко в кадре нахуй. Новый на животных инстинктах. Главное быть красивой фифочкой и не стесняться выставлять себя в таком свете. А тактика заработка да нельзя проста. Ты лежишь на стримах, желательно на более платежеспособную аудиторию, поэтому не все балакают на инглише, даже русскоговорящие. И вот таким образом рекламирую. Сука, от ебучей вставки нахуй. Это же гениальная вставка, типа, про мужчин, которые не имеют права размножаться. И потом выяснилось, что у этой гуру курсов, оказывается, мужик там на заводе хурит за 30 тысяч. И все спросили, а хуй он размножается или нет? Или ты им даешь или не даешь? Что-то непонятно. ...мируешь себя и свой продукт. Плюс подписчики, плюс донатики. Главное, вовремя выпускать дропчики, чтобы всем было хорошо. По сути, все. Плохо это или нет, не мне судить, как бы. Кто я такой? Ну, это их выбор. И я не могу на них их осуждать. Ну, хотя осуждать. И по логике вещей нет смысла что-то менять, когда людям это интересно. Ну, хотя осуждать. А винить таких стримеров же бессмысленно. Они занимаются делом, которым хотят заниматься. И все. Тут скорее вопрос, виноваты ли мы. Да, конечно, мы все виноваты. Виновата вся Россия. Да, значит, по этой дорожке пойдут многие. И старые, как, например, та же Карина со своим сайтом. И новые, и все остальные. Ведь конторы дают карт-бланш. И пока лавочку не прикрыли, этим нужно активно пользоваться. А прикроется она или нет, никто не знает. Все ждут какого-то серьезного мифического дядю, который поднимет бучу по этому поводу. Но все-таки есть случай надежды. Не все, знаете ли, погрязли в этом дерьме. Вот иногда заходишь к стримерши неизвестной. И думаешь, что у нее онлик есть, ну, сто процентов. Да-да-да. Почему так, выводов? Да реально, почему так, нахуй? Вы не заметили? Реально заходишь, такой, ну, сто процентов. А нет, нихуя. Никаких делать не буду. Каждый, как хочет, как говорится. Я только скажу, что любой мною перечисленный контент в этом видео имеет право на существование. И АФК, и жопный, и игровой, и прочее, прочее. Просто, возможно, некоторые не особо подходят под формат платформы, на которой транслируются. Давайте так, если вам понравилось, и вы хотите увидеть что-то подобное, но уже про стримеров. Ну, кстати, чел мне этот очень засимпатизировал. Очень хорошо прошелся, прям аккуратно, не без сфизма, без всего. Просто индивидов отдельных выдвинул. Очень вот, вот, помните, был чел, который просто всех под одну гребенку просто охуел. И этот вообще охуенно сделал. Вообще ноль претензий, чуваки. Прям борож. В целом, то 50 тысяч лайков я сразу сделаю. А если вы еще и в телеграмму и подпишетесь, тогда вы можете знать, когда и что, и где у меня выйдет. Всем моим бустерам спасибо, ну и не забывайте, что если спрос есть... О, Леонтьев. Хе. Хе. О, Леонтьев.